может быть священные горы географически тут все верно не сильно слабкое не сильно приторное япония это уникальное азиатское островное государство история которого насчитывает тысячелетия это особый мир который превратился в высокоразвитую территорию сохранив давние традиции долгое время япония была закрытой страной свободный от внешнего влияния лишь в 16 веке европейцы открывают для себя страну восходящего солнца но даже их влияние не изменила японскую ментальность основные изменения произошли после второй мировой войны когда проигравшая япония подверженная ядерным бомбардировкам продемонстрировала миру свое экономическое чудо впитав себя западные технологии и науку рыночные устои экономики японское государство осталось традиционной отдельной вселенной первыми армянами в японии еще в девятнадцатом столетии стали армяне индийские что прибывали сюда по торговым делам именно армянские купцы коммерческой компании абгар одними из первых еще в 1870 годы связали японские порты токио нагасаки с крупными азиатскими городами калькуттой сингапуром шанхаем и другими городами тихого океана и тем не менее в японии всегда была малочисленная армянская диаспора но достаточно крепкая и как водится оставившие свои неизгладимые следы в японии например очень популярна булочка меломпан рядовые японцы не всегда вдаются в подробности и считают что это традиционная национальная булочка однако же до двадцатого века а ее не было в японии и у меломпан есть автор аванес сагоян в молодости аванес сагоян был пекарем в царском доме романовых и называли его на русский манер иваном в 1917 году во время революции иван сагоян перебрался в китайский харбин куда устремилась и другая русская буржуазия у сагояна в харбине была своя кофейня но дохода она особо не приносила зато к нему на кофеек заглянул японский бизнесмен о каро киачиро которому понравилась стрепня иностранца и он пригласил сагояна к себе в японию поработать поваром в своем токийском отеле империал сагоян согласился и до 60-х годов двадцатого века работал шеф-поваром империала здесь из-под руки мастера вышли много выпечек придуманных им сагояна вообще в японии считают подарившим хлеб японцам ведь хлеба и булочки не в традиции японцев одна из булочек мелом пан так и вовсе стала национальным продуктом японии и является неотъемлемой частью японского завтра ну и какой же японский завтрак без мелом пан я как раз и попробую сейчас первый раз правда на диете пахнет вкусно на вкус не сильно сладкое не сильно приторное такое скажем так подслащенное со вкусом дыни манки в общем что там еще но как завтрак принципе пойдет особенно мне кажется для тех у кого проблема может быть с сахаром да оно не сильно сладкое я бы даже сказал совсем не сладко учитывая что я сладко ешка так что сойдет но главное японцам нравится между армении и японии почти 7000 километров я не знаю сколько но во всяком случае нисколько не меньше может даже больше довольно таки далеко они друг от расположена в истории они тоже особо не сталкивались то есть если с китаем еще как-то армения сталкивалась или армяне то с японией особо и не сталкивались да и потом как бы исторические связи особо тоже отсутствовали между этими двумя странами ну вот я и думаю что могло послужить что япония первое признала первую армянскую республику то есть была первой страны ведь что-то подтолкнуло что может быть еще общего на скажем япония ну такая же мононациональная страна как и армения не сказать что здесь была всегда большая армянская диаспора она и была но она была очень маленькая незначительные и особо слова то и не имела ну если что и связывает армению с японии то может быть священные горы у армян рад у японцев фути но все-таки что-то связывало и эту связь об этой связи вернее я как-то уже говорил когда находился в мьянме а сейчас я скажу более подробно о ней диана габек апкар родилась она в янгоне ныне мьянма в 1859 году в армянской семье аванесса агабека и его супруги авет получила прекрасное образование сначала в армянском колледже калькутты затем гонконге кроме армянского отлично владела английским хинди и санскритом в 1889 году в гонконге она вышла замуж за соотечественника микаэля апкара а чуть позже молодая семья перебралась в японию микаэл занимался бизнесом одиана общественной деятельностью и литературой а в японии она издала на английском языке восемь книг когда в 1918 году армения получила независимость диана прикладывала усилия к ее признанию со стороны японии чего и добилась в результате япония стала первой страной признавший независимость первой армянской республики эта страна назначила ее своим дипломатом в японии из-за чего диана агабек апкар принято считать первым в мире женщины дипломатом но не все так просто и тут есть вопросы ну впрочем чо уж там я думаю этим вопросом должны заниматься дипломаты вот дипломата мы и обратимся тем более что армения здесь представлена своим посольством японии и кстати говоря вот здесь смотрите 4 таблицы видимо их офисы в одном здании рядом расположены как знаково получается да то есть если королевство бахрейн посольство королевство бахрейн а посольство ливана грузии и армении вот к армянскому послу мы и обратимся ну смотрю что и географически тут все верно как я и догадался два офиса двух послов вот рядом слева армянский посол заседает справа грузинский посол мы же направимся к армянскому конечно же послу и и Спасибо. Как говорится, хорошие люди всегда приходят вовремя. Так и я пришел вовремя. Как оказалось, сегодня здесь в посольстве будет презентация книги. Вот заодно и познакомимся с автором. Я очень рад, что я не знаю, что я не знаю, что я не знаю, что я не знаю, что я не знаю. Я не знаю, что я не знаю, что я знаю. Как вы поняли, у меня за спиной Диана Агабек Абкар. Если вы помните мой сюжет из Мьянмы, я даже останавливался в отеле, который принадлежал ее семье. Она родилась в этом доме. Я обещал, что когда-нибудь я буду в Японии и более подробно расскажу о ней уже в японской жизни. О ее японской жизни, так как она здесь скончалась. Но многие из вас, из справочников, естественно, знают о том, что она была первая женщина посол. Вот. Первая женщина посол. Но оказалось, что это не так. Дело в том, что она была таким народным более дипломатом, нежели первая женщина посол. То есть посол это когда, это официальная должность, когда официально назначают. Ее никто не назначал. Получается, что официально она не была никакой первой и даже посол. А вот неофициально как бы народным дипломатом она все-таки была. Потому что благодаря ей в том числе Япония, внимание, Япония первая страна, которая признала первую армянскую республику. Независимость первой армянской республики. Это была Япония. И это было благодаря в том числе Диане Агабек Абкару. Поэтому народная молва ее и называла первым послом женщиной Армении в Японии. И вообще первым послом женского пола. Вот как бы такая история. Но это нисколько не умиляет достоинства этого человека. Потому что она внесла огромный вклад в армяно-японские отношения. Кстати говоря, благодаря ей японцы вообще узнали об истории, трагической истории армянского народа, о геноциде. Она написала здесь очень много книг. И на эту тему в том числе. Она издала сотни статей. Она говорила на японском языке. То есть она, можно сказать, начало армяно-японских отношений. Армяне Японии состоят из трех пластов. И вы это наверняка заметили. Один пласт из современных иммигрантов. Другой пласт из иммигрантов конца 19 века. И начало 20-го. Как в случае с Огояно. Третий же пласт американский. Когда в годы Второй мировой войны. Некоторые американские солдаты и офицеры. Сражавшиеся с милитаристской Японией. Высаживались здесь. Находили свои вторые половины. И оставались в стране восходящего солнца. Среди них были и американские армяне. Женившиеся на японках. Эти браки дали ростки. В лице которых японская певица Стефани Тополян. Однажды даже принимавшая участие в Евровидении от Армении. И вообще потомки многих их американских армян. И теперь проживают в Японии. Главным образом в Токио. Но также имеются они и в Кобе Йокогами. Куда я предлагаю заглянуть. Я приехал во второй по величине город Японии. В Йокогаму. Сюда я приехал неспроста. Вот вы видите за мной кладбище. Кладбище христианское. Но оно же официально называется иностранным кладбищем Йокогамы. Оно крупное. Оно старейшее. Здесь очень много интересных захоронений. Здесь похоронена Дьяна Агабек Абкар. И еще ряд армянских могил. Сейчас зайдем вовнутрь и постараемся найти. Ну вот собственно говоря уже иду по кладбищу. Смотрите уже наткнулся тут на армянскую могилу. Петер Агаян и Баре Петер Агаян. Это два разных человека. В 1948 году скончался. И второй где-то в сороковых годах. Плохо отсюда видно. Видимо это американские армяне. Может быть они были здесь дипломатами. Или же воевали. Потому что ну вы помните это во Вторую мировую. Так. Идем дальше. То есть как видите здесь не только Дьяна Агабек Абкар на этом кладбище. Тут еще есть армяне. Ну японские они может и не японские. Но во время Второй мировой войны в составе американской армии здесь и погибли. Ну вот я добрался до могилы Дьяны Агабек Абкар. Вот собственно говоря ее могила. Дьяна Агабек Абкар. Здесь похоронен ее муж. Абкар Микаэл Абкар. Он скончался много раньше своей супруги в 1906 году. А Тейкин Абкар в 1937 году. Здесь рядом похоронены внучка Дианы Агабек Абкар. Она умерла маленькой девочкой. И собственно говоря дочь. Вот такая вот могилка. Честно говоря мне здесь помогли местные армяне найти эту могилку. было очень сложно. Потому что кладбище оно действительно вот огромное. Но запомнить где находится именно семейное вот это вот захоронение Абкар. В принципе не сложно. Потому что здесь такой тупик. Вот за этими могилками металлический заборчик. И вот эти вот колонны. Поэтому особо то и не сложно. Еще я хочу сказать. Ну вот коль мы здесь. От чего именно здесь. У Йокогами. Не в Токио. Не в Кобе. Не в других городах. В Кавасаке. А именно в Йокогами. Находится вот это вот старое. Христианское. Или как его еще называют. Значит. Кладбище для иностранцев. Потому что Йокогама. Это самый такой продвинутый город. Он всегда был продвинутым. Город портовый. Здесь порт. И был. И есть. И здесь живет всегда. И жило очень много иностранцев. Поэтому было принято решение. Еще в конце девятнадцатого века. Именно здесь разбить. Такое вот кладбище. Для иностранцев. Ну что ж. Пойдем теперь к могилам других армян. Вот я уже вижу. Справа от меня еще. Могила. Того самого. О котором я вам рассказывал. Аванес. Или Иван Сагоян. Он здесь похоронен. Вместе со своей супругой. Супруга у него была. Японкой. Вот могила. Известного в Японии. Кулинара. Ивана Сагояна. Скончался в 1952 году. Родился в Армении в 1888 году. Скончался в Токио. И здесь же вот под ним. Или даже над ним. Она скончалась в 1962 году. Его супруга Суру Сагоян. И вот тут вот рядом с этой четой похоронен ростовчанин. По-русски вот написано. Здесь покоится раб Божий Александр Степанович Кравцов. Родился в 1892 году. Скончался в Токио в 1969 году. То есть это в советские годы он скончался. Я не знаю кто он. То ли священник. То ли матрос. Тут в основном если есть русские. То это либо священники. Либо матросы. Потому что как я вам говорил. Здесь порт. Отсюда и кладбище для иностранцев. И соответственно тут и много русских матросов. И священников захоронено. Но если кто из ростовчан. Имеет родственников в Японии. Или вот знает Александра. Знал вернее Александра Степановича Кравцова. Вот вам я снял его могилку. Потому что он вам доводится и родственникам. Ну и Сагоян. Вот такое вот любопытное в Йокогаме. Ухоженное зеленое кладбище. В заключении хочу рассказать кое-что. О чем не мешало бы задуматься нам армянам. И уже не только японским. Как известно в былые времена Япония вела достаточно агрессивную политику. В отношении стран азиатско-тихоокеанского бассейна. Воевала со многими странами даже с Российской империей в 1905 году. И одержала победу. Но в какой-то момент что-то пошло не так. Японию разбили во Второй мировой войне. Из-за чего у японцев, привыкших побеждать, начались комплексы. Эти самые комплексы позже они превратили в достоинства. Они понимали, что нельзя долго пребывать в депрессии. Японцы резко поднялись на ноги и все свое трудолюбие, талант и ум стали вкладывать в родную Японию, превращая ее час за часом в передовую страну. Уже к 1960 году, через 15 лет после поражения в войне, в Японии выросли города, появились прекрасные автомагистрали. Именно в те годы японцы стали националистами в хорошем патриотическом смысле. В страну пошли вложения и от японской диаспоры. Я вообще считаю, что японцы самая патриотичная нация и каждый японец, где бы он ни жил, часть Японии. Скажу один лишь случай и все станет вам ясно. На протяжении 10 лет президентом латиноамериканской страны Перу был этнический японец Альберто Фухимори. Он родился в Перу в семье японских эмигрантов и до своей политической деятельности не бывал в Японии. Ничего, кроме этноса, его не связывало с этой страной. При Фухимори казна Перу стала хереть, экономика трещать по швам. Начались массовые протесты, на Фухимори возбудили уголовное дело. Расследование показало, что часть перуанского государственного дохода Фухимори тайно инвестировал в Японию. Такой вот патриотизм по-японски. Я не призываю власть имущих армян в разных странах делать то же самое, но пример японского патриотизма не мешал бы каждому из нас. Альберто Фухимори Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова